Социальный контракт уже не первый год пользуется спросом у безработных граждан как существенная форма государственной помощи человеку, который оказался в трудной жизненной ситуации. Это адресная помощь тем, кто долгое время не может найти работу. Сотрудники Центра занятости Канаша организовали встречу заинтересованных сторон. Тех, кто предоставляет адресную помощь, кто ищет работу, и кто уже зарабатывает благодаря социальному контракту. Вопросов оказалось немало, поскольку условия заключения социального контракта в 2021 году существенно изменились. Пособия материальной поддержки Центра занятости до 12 месяцев в зависимости от возраста, стажа, сроков и причин увольнения, а также от размера заработной платы безработного гражданина на предыдущем месте работы. Социальный контракт в 2021 году – денежная помощь на поиск работы или трудоустройство только малоимущим безработным гражданам, которые в рамках социального контракта смогут переобучиться на востребованную специальность или повысить имеющуюся квалификацию. Пополнить ряды самозанятых и осуществить свою давнюю предпринимательскую мечту в рамках социального контракта смогла и Людмила Дмитриева. Человек она творчески год назад решила посвятить себя любимому деву и освоила специальность дизайнер-костюма. А потом узнала новые условия соцконтракта, позволяющие ей пополнить свои знания и овладеть еще и искусством дизайна интерьера. Людмила заключила социальный контракт, в рамках которого открыла ИП и прошла переобучение. Единовременная финансовая помощь по соцконтракту составила 250 тысяч рублей. Мы сейчас приобрели на 250 тысяч новое оборудование, в том числе и вышивальную машину. Так как я сейчас соединилась с еще одной самозанятой, мы имеем целую мастерскую. Я считаю, что эта помощь очень важна, уже потому что мы можем развиваться дальше, глубже в своем направлении. Свою нишу нашел и Денис Толстов. В конце прошлого года он смог открыть мастерскую в сфере техобслуживания и ремонта автомобилей. Соцконтракт помог и дал нам толчок на развитие еще более. Появились рабочие места, то есть господдержка помогла мне в районе 250 тысяч. Превозошло те ожидания, которые я планировал. Помощь в поиске работы и трудоустройстве, в организации своего дела или личного подсобного хозяйства. Сегодня люди, чей доход ниже прожиточного уровня и обратившиеся за помощью в Центр занятости и органы соцзащиты, могут получить поддержку по всем трем направлениям. Правда, воспользоваться можно только одним вариантом. Оказание помощи при поиске работы. Данное направление предполагает оказание денежной выплаты в размере 10 361 рубль. в течение не более 4 месяцев. Второе направление – это оказание помощи при осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности, самозанятости. Здесь оказывается единовременная выплата в размере 250 тысяч рублей. Еще одно направление социального контракта – это единовременная материальная поддержка гражданам до 100 тысяч рублей на ведение крестьянско-фермерского хозяйства. Как видим, в этом году социальный контракт – это адресная помощь малоимущим безработным людям с возможностью переобучиться на востребованную специальность с гарантией последующего трудоустройства. И важно знать, что стоимость обучения до 30 тысяч полностью оплачивает государство. Кроме того, обучающийся получает ежемесячную стипендию в размере 5 180 рублей. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика.